Приветствую вас. Мы разобьем мой ответ на несколько частей. И в первой части мы постараемся ответить на вопрос. Первая часть будет посвящена тому, что вы пишете как утверждение. Итак, первый вопрос. Что делать, если муж сказал нет любви? А вы в конце дальше по тексту своего сообщения пишите о том, что человек устал, у него депрессия, проблемы в работе, ипотека, и он сломался, потерял себя. Ага, вот если усталость, проблемы в работе, ипотеку можно поднять, то вот депрессия, вообще говоря, вызывает вопрос. То есть депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом психиатром, после которого, после диагноза намножается лечение. И лечение как медикаментозное, так и, собственно, психогерапевтическое. Именно понимать, что медикаментозное лечение – это средство, это как бы первичный эффект, как бы подготовка человека для психотерапии. А основное все-таки именно – психотерапия, которая направлена на поиск и переформирование негативных установок, которые являются следствием депрессии. Только определяются причины депрессии. До тех пор, пока депрессия не диагностирована, нельзя говорить о том, что она есть у вашего мужа. И если он это говорит, значит, ему действительно тяжело, он выдыхается эмоционально и физически, но еще не падает, что у него депрессия. Это то, что касается по поводу модного этого нынче слова. То есть, серьезно, слово депрессия я слышу очень часто, но люди часто по этим словам подразумевают то, что депрессия как доковой не является. Поэтому и вы постарайтесь тоже, или вашему мужу скажите, что пусть не торопятся с тем, что вы самому себе диагностировать такое достаточно серьезное заболевание. Далее, значит, все остальные доводы, они вполне имеют место быть, вполне могут иметь место. И для того, чтобы вам, как вы говорите, сохранить семью, ну, нельзя сначала понимать, а есть ли у вас что-то сохранять. Вашему мужу тяжело. Ваш муж чувствует, что вот та модель поведения его и ваша, та модель семьи, которая сейчас есть у него, не приносит ему удовлетворения, не приносит ему поддержки, не приносит ему даже необходимого для него позитива. От него все время что-то требуют, от него все время что-то хотят, человек действительно выгорает. И вот даже вы в своем сообщении пишете, хочу сохранить семью, но он холоден. То есть вы говорите о том, чего хотите вы, но говорите о том же, что мужчина холодит и не дает вам, видимо, того, что нужно. И здесь вам необходимо занять ту позицию, чтобы мужу было хорошо. То есть если вы хотите сохранить семью, увидеть, что человек действительно устал, то ему действительно тяжело, что у него действительно есть проблемы на работе, что ипотеки и так далее. Модель в пыть вам стоит изменить свою модель поведения, стать более чувствительной по отношению к мужу, быть более чуткой, более внимательной, больше ему помогать, может быть меньше его достичь, меньше требовать от него, меньше предъявлять ему какие-то претензии. И вообще всячески стараться сделать его счастливым. То есть вы не знаете, что он за человек, вы знаете, какие у него есть предпочтения, интересы, хобби, что его радует, что ему нравится, что вызывает у него восторга, восхищение и так далее. Вот постарайтесь это ему все отдавать. То есть если вы положите, что вашему мужу сейчас уже в трудный период, в трудное время, то ему нужно помочь в это трудное время. И какие-либо требования к нему в этот период, они неприемлемы. И если вы хотите сохранить свою семью, вам нужно занять такую позицию, чтобы вашему мужу было максимально комфортно и удобно. То есть сейчас ситуация следующая. Ваш муж говорит о том, что он не видит будущего для вашей семьи. Ну, какими бы слова страшными не казались его, тем не менее они имеют право на ответствование. Если человек не видит, что может построить с вами такую семью, которая есть у него в представлениях, то мужчина вполне имеет право сказать, что любви нет. И если вы не принимаете выбор мужчины и желаете семью все же сохранить, то как бы то, что вы делаете, то, что вы можете сделать, вот все для него, пытаться доказать, что вашу семью можно сохранить, несмотря на его холод, несмотря на его отчуждение, которое может быть выдвано всем тем, что вы перечислили. Вы будете стараться это делать, но только не требуя и не ожидая ничего взамен, просто ради сохранения семьи. Если вы готовы это делать, то именно этим вам и стоит заняться. Стараться делать можно счастливым, потому что ему нравится, что его не устраивает именно у вас и постараться эти моменты исправить. Конечно, не стремиться исправить прямо все, не стремиться повлиять моментально на его настроение, на его восприятие, на его мироощущение, это невозможно. Но то, что в ваших силах, следует сделать в любом случае. Обязательно нужно проследить хронологический порядок того, что у вас произошло, то есть с каких пор мужчина начал говорить об этом, с каких пор начались проблемы на работе, почему, как он их переживает. С тех пор начались разговоры о депрессии и про то, что он сломался и потерял себя. Все это нужно определить, выстроить такую четкую картину и там уже устраивать более конкретную стратегию вашего поведения. Ну, в зависимости от того, что вы можете сделать и что мужчине, собственно говоря, не нравится, что его не устраивает. Далее. Вы говорите, я чувствую, что у него кто-то есть. А вот этот момент наводит на очень много мыслей, например, на то, что в отношениях вы склонны думать о себе. Например, в отношениях вы требуете от мужа внимания. Если, как могут, количество внимания вы не получаете, то у вас сразу вникает мысль о том, что у мужа может кто-то быть. Также, это наводит на мысль о том, что вы ревнуете его, что в свою очередь говорит о уважении и уверенности в себе и о страхе человека потерять. Если есть такой страх потерять человека, то, соответственно, он же может подталкивать вас к тому, чтобы вы хотели бы сохранить семью. То есть вы спросите себя, для чего вам сохранять семью? Почему вы хотите сохранить семью? Если вы человека любите, то вы желаете сделать его счастливым. Если вы видите, что с вами человек не счастлив и он хочет уйти, он хочет освободиться, то вопрос заключается в том, почему вы ему этого не даете. Ну, например, мужчина хочет освободиться, вы говорите ему, хорошо, дорогой, давай поживем какое-то время вместе, ну как бы по отдельности поживем, и ты посмотришь, как тебе будет без меня. Если ты посчитаешь, что без меня тебе лучше, то когда мы, соответственно, уже разведемся, если ты поймешь, что все-таки со мной лучше, то тогда мы ссадимся, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы у тебя с тобой хорошо. Вы можете так сказать мужчине, и это будет ваше проявление той самой любви, если вы его любите. А вот если сказать так вы не можете, если вы не в силах пустить человека, значит он вам для чего-то нужен именно в контексте удовлетворения ваших личных интересов. И тогда можно вести речь и про зависимость, тогда можно вести речь и о неуверенности в себе, и вот с этим уже нужно работать непосредственно с вами. То есть какие у вас обстоятельства определяют вот такую вот модель поведения, модель отношения к мужчинам. И от ваших, от влияния ваших личных интересов и потребностей на отношения с мужем необходимо избавиться, чтобы адекватно себя вести и чтобы ваша позиция была соответствующей. Чтобы, например, вы не пытались сохранить то, что уже нельзя сохранить, чтобы вы не цепляли за человека, хотя он уже не хочет быть с вами. Чтобы вы не перевешивали на мужчину обязанности по удовлетворению тех желаний и купированию тех аспектов неуверенности в себе у вас. Что вам нужно делать самостоятельно. Понимаете? То есть речь идет о разгрузке вашего отношения к мужу. Смешение его значимости для вас именно в личном контексте. И если это сделать, то ответ на первый вопрос, что вам делать, гораздо более ясным будет представляться, чем он есть сейчас. Ну и если вам кажется, что мужик тут и есть, то это означает, что со своей возможной любовницей мужчина реализует то, что он не может реализовать с вами. И это тоже, как бы, почва для родных селений. Это тоже почва для внесения коррективов в ваше поведение. Это тоже мотив для того, чтобы стараться дать своему мужу именно то, в чем он нуждается. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!